Добрый день дорогие друзья! Снова мы в прямом эфире Прямо Медиа Лайв. Сегодня у нас в гостях замечательный человек, заслуженный работник транспорта Российской Федерации, почетный работник морского транспорта России, человек который более 20 лет с 85 по 2006 год руководил Владивостокским морским торговым портом. Почетный житель города Владивостока Михаил Рапканов. Михаил Федорович, спасибо большое что вы все к нам пришли, очень рад вас видеть. Это впервые у меня в жизни вот так напрямую в интернете. Здорово. Я надеюсь что все будет хорошо у нас. Михаил Федорович, про, хочу спросить вас про совет. Вы входите в совет, в экспертный совет по транспорту при губернаторе Приморского края. Да, это совсем недавно начал работать этот совет, мы уже провели несколько заседаний и одно из них на мой взгляд очень даже плодотворно. Это речь шла о строительстве, возможном строительстве портового хозяйства для перегрузки угля. Очень интересная тема, поэтому на совете была выработана позиция и часть этой позиции губернатор уже и подтвердил. Какая это позиция была? Я насколько знаю, сейчас очень многие компании заинтересованы. 13 крупных инвесторов желали бы построить угольные терминалы на юге Приморского края. И бухты у нас есть замечательные все, и просчеты, очень хорошие документы составленные. На общую сумму перевалить угля более 200 миллионов тонн в год. Но все почему-то забывают, что железная дорога может привезти сюда по Транссибу, ну максимум 30 миллионов тонн максимум. То есть почти в 10 раз у нас больше предложений по строительству портового хозяйства. Причем вы же понимаете, что уголь особый груз, который экологически не очень приятен. Вот мне так жалко посетские все бухты, да, что сегодня вот просто, я зимний рыбак, я абсолютно точно могу сказать, корюшки не стало. Как бы там ни говорили, что уголь не влияет на рыбу, это неправда. Это конечно влияет, когда слой 5 сантиметров угля на льду, мы сидим, ловим эту корюшку. Я туда ездить перестал. Это вот прямое доказательство, что к углю, перегрузке угля нужно подходить очень ответственно и по-государственному. Нельзя просто так вот, бухта есть, скорее туда воткнуть оборудование, перегружать уголь. Это очень серьезно, и на Совете этот вопрос рассматривался, и одним из первых это была перегрузка угля в Славянке. Славянка это практически перед заповедником потрясающий поселок, рядом потрясающие бухты, где песчаные бухты, где можно отдыхать, развивать кластер туризма, но уж никак не перегрузку угля. И места-то там нет очень большого. Железная дорога там вообще однопутная, и могут перевести, ну максимум 5 миллионов тонн погоды, а у нас уже посет делает 4 миллиона. То есть вот абсолютно нереальное вложение денег, и даже жалко, честно говоря, денег инвесторов, которые пытаются заполучить вот такой портовый объект, как терминал для перегрузки угля. Ну это все, будем так говорить, лирика, ну а всерьезе правильно делает губернатор, что создали такие экспертные советы, пригласили опытных специалистов. Много лет это серьезное портовое хозяйство тема, и, конечно же, мне приходилось и как вице-президенту Ассоциации Портовой России, я все порты России знаю, естественно, заниматься развитием портового хозяйства в стране. Очень близка мне эта тема. Там и железнодорожники, и Виктор Александрович Восипов, например, начальник отделения дороги бывший. То есть есть кому сказать свое мнение по тому или по другому вопросу. И губернатор нас поддержал, что да, в Славянке, наверное, угольного терминала не быть. И, в общем-то, мы удовлетворены. Конечно, есть куда более обустроенные для этого места. Конечно, конечно, еще в советское время был разработан стратегический план развития портового хозяйства юга Приморского края. Это предусматривалось развитие порта Зарубина. Очень мощный порт там должен был быть, очень мощный порт. Пока что там все замерло в каком-то ожидании. Неразвивающийся порт, как вот рыбаки когда-то построили мировое хозяйство. Так там и существуют эти дохленькие причалы. Там явно мощнейший контейнерный терминал, который бы должен работать транзитный контейнер с Китая, да, и там совсем же рядом китайская граница. То есть очень хороший порт можно было транзитным. И зарабатывать на транзите деньги очень большие. Не связано с железной дорогой, что самое главное. Мы бы не занимали тогда пропускную способность трансиба, возили бы по транзибу другие грузы. То есть вот Зарубина это один из портов. Потом, ну восточный есть вторая очередь угольный терминал, надо его строить. И сегодня инвесторы, я понимаю, что уже задумываются об этом деле. Очень интересная задумка построить порт, в том числе и угольный контейнерный терминал в районе Большого Камня. То есть возле оборонного предприятия там сделаны очень мощнейшие в свое время, когда строили доки, отсыпки в море. И там территории измеряемы километрами квадратными. Вся инфраструктура готова. Все, железная дорога подходит, электроэнергия есть, все есть. То есть, в принципе, это все-таки не находку восточной, вести через перевалы. Здесь железная дорога посвободнее. Я считаю, что это очень тоже перспективный проект, его бы можно было продвигать. Ну а так, в стратегическом плане, конечно же, уже напрашивается строительство ответвления БАМа с Комсомольска в сторону Тернея. То есть, это есть такой проект, очень давнишний этот проект. Тогда бы у нас задействованы были все там и Валентина, и Ольга. То есть, много есть таких бухг, которые могут строить прекрасные порты. Но они не должны быть завязаны на Транссиб. Потому что Транссиб сегодня на грани уже возможности попросить. Но это уже большая политика. Я думаю, что это, если и решаться будет, на уровне правительства и президента страны. Но сейчас зашло до того, что Китай уже строит железную дорогу в обход Транссиба. Какую-то у себя по территории. Да. Потому что Транссиб, он на самом деле слегка считается. Каждые там 10 минут поезд можно умножить на количество поездов, на тонны перевезти, и все известно. Около 30 миллионов тонн. И все, Транссиб, двух, но вы же не забывайте про контейнеры. Очень быстро развивающий сегмент — это контейнеры крупнотоннажные. Конечно, везти через всю страну автомобилем — это очень дорогое удовольствие. Дорогие грузы можно автомобилем везти, но обычные товары народного потребления выгоднее по железной дороге на дальней дистанции. А это тоже пропускная способность Транссиба. Поэтому, на мой взгляд, нашей комиссии есть над чем работать. Но одну из главных задач, которую мы сегодня попросили губернатора решить — это найти транспортный институт, который бы сделал на научной основе разработку портовостроительства на юге Приморского края, чтобы там учитывалось все, и пропускные способности Транссиба. Современные реалии нашли. Да, и транзит китайский, и все, и все. То есть современную, нормальную научную разработку, и такие институты есть. Но дним, в частности, он может эту работу сделать достаточно быстро. И тогда нам не нужно будет использовать наш опыт для того, чтобы мы найдем подтверждение своим словам от науки. Наука, которая цифрами ориентируется. Поэтому я думаю, что... Если такая, грубо говоря, грузопропускная способность Транссиба уже практически достигла своего потолка, как нам быть здесь? Потому что строить огромные порты, которые не будет поступать ничего по железной дороге... Вы знаете, в портовом хозяйстве я не приемлю революции. Все должно идти эволюционным путем. То есть, вот как только порт не справляется с объемом контейнеров, допустим, работ, значит, надо думать, что делать. Но, в частности, по переработке контейнеров у нас давно уже, 15 лет назад, задумка построить сухой порт в районе Надежинской. То есть, вот Раздолье, Надежинской. Вот в этом районе создать промышленную зону, где хороший логистический центр сделать. И не возить поезда в Уссурийск, в Артем, по базам, по одному вагону там и так далее. А маршрутом, к примеру, Москва, этот комплекс привезли, выгрузили и машинами повезли в Уссурийск, в Артем, в Находку, в Восточный, в Владивосток. То есть, машинами чего-то, вертушками вагонными, к примеру. Вот порт Владивосток по ночам, железная дорога стоит, пустая, электрички не ходят, поездов мало. Можно вертушки специально сделать, вагоны, которые быстро, чтобы оборачивались тепловозом. И вывозить Надежинскую из порта, минуя дороги, автомобильные дороги в городе Владивостоке. То есть, есть всякие пути решения транспортных коллапсов, во всяком случае, и развития контейнерного бизнеса. И вот по контейнерам, в принципе, порты не являются сегодня сдерживающим фактором. Хотя она работает с напряжением. Поэтому строительство логистического центра в Надежинском районе, оно просто уже назрела эта тема. И губернатор в этом плане, и губернатор, и два первых вице-губернатора, Костенко Александр Иванович и Фидоров Сергей Васильевич, они очень активно это поддерживают. И мы надеемся на то, что этот проект очень быстро пойдет, и вокруг логистического центра будет развиваться промышленность. То есть, что-то там переделать, надо что-то дополнить первоначальную стоимость товара и так далее, маркировку изменить. Ну, много чего можно сделать. У нас с вами море здесь рядом, да? На базе моря можно создавать очень многие производства, в том числе лекарственные, к примеру, витаминные. Моря культура. Моря культура, у нас лес есть рядом, и лес причем уникальный, всякие лесопродукты, там орехи всякие. В общем, есть над чем работать жителям Приморского края. Богатый край, богатый Дальний Восток, и нам, конечно же, мощнейшая промышленная зона нужна. Как когда-то в советское время планировалась промышленная зона в районе нового пивзавода, который есть в районе угольных, где-то промышленная зона, туда заводы должны были переселиться, металли, в частности, центры города и так далее. Ну, не довели, вот пивзавод перевели с фуникулера один, а в принципе, больше пока ничего не перевели. Но идея эта сохранилась, но только она со строительства антифризисского моста, она сдвигается туда, в сторону Надеждынска. Это правильно, потому что там такой узел, что на все, на Находку, Хасан, Уссарийск, Владивосток, то есть Артем, то есть оттуда очень удобная транспортная развязка, рядом автомобильная, рядом летчики, железная дорога, все это рядом, очень удобный такой сухой порт можно громадный создать, миллионов на пять контейнеров. Ну, а по-вашему, все-таки, вот юг Приморья, это какой вот вид портов? Это все-таки транзитные, да? Безусловно. И какое место мы можем занять вот в АТЭ? Значит, дело в том, что серьезные порты можно построить только на юге Приморья. У нас не замерзающие практически порты, в отличие от Хабаровского края, и там все равно, что не говоря, лед и зима там длиннее, безусловно. То есть это, как бы, я даже и спорить не хочу, не скажу, на этот счет, у нас прекрасные бухты, для портового хозяйства это очень потрясающе, просто места для строительства портов. Но надо грузы какие-то подвезти к этим портам. У нас Китай с вами, вот, не разработанная, 50 километров до границы Китая, мы грузы Китая не возим. А почему такая ситуация, 90-го года, ну, грубо говоря, мы перешли на новую экономику, и 23 года мы ничего не делаем. Я считаю, что вообще портовое хозяйство и транспорт, это прерогатива федеральных органов власти. Им просто не до этого, я думаю, что было. Потому что нельзя это месячком решить, даже, допустим, в рамках региона, да, губернатор, вот решил, давайте порту там строить, или транспорт увеличим, на еще один путь построим. Это общегосударственная политика. А почему тогда, зачем строить, не знаю, театр оперы и балета, да, но совершенно не беспокоиться о каком-то развитии, действительно развитии тех отраслей, которые дадут всплеск экономике? Нет, я против, я горжусь, что у нас появляется театр оперы и балета. Я когда-то был настолько поражен, когда в Лануде приезжал театр оперы и балета, первую оперу услышал, влюбился в нее, да, думаю, там жители-то 150 тысяч, это театр оперы и балета. А в Владивостоке 700 тысяч у нас его нету, спасибо тем, кто это задумал. Думаете, будет востребовано? Да что вы, ну, конечно, Владивосток другой имидж становится. Это речь о Владивостоке и Приморском крае. Почему люди уезжают? Вы знаете, нет великого ума, потому что почему-то считается, что вот где-то там лучше, чем вот здесь вот, да, ну, я сталкиваюсь очень со многими, кто уехал, допустим, у них голубая мечта вернуться. Но кто уже попал, к примеру, там в Москву, этот водоворот, да, ему очень сложно уже оттуда тереваться. Хотя я многих знаю людей, генерал-лейтенантов, которые вернулись, фамилию не буду их называть, но и прокуроры, и военные, и генералы послужили центральных органов наших в Москве и вернулись в Владивостоке, в Приморский край жить. Ведь на дурной вопрос, вот даже вам задам, не знаю, ответите вы на него или нет. Где самая южная точка в России находится? Ну, это, видимо, где-то у Мангана, наверное, там, да, где-то? Или в Сочи, или в Адреле. Вряд ли. Ну, точно, вы же специалист. Ну, я по географии не силен, но, наверное, все-таки, хотя, нет, все-таки это там, на Западе. Ну, вот, это ошибка, заблуждение. Заблуждение? Конечно, это Хасан. Хасан, все-таки. А вы знаете, что в Хасане есть 19 километров песчаного пляжа, такого песчаного пляжа? Это я знаю, да. Откуда вы знаете? Там закрыта граница. А мы, нет, мы были в заповеднике на морском, но это до, да, да. Это не заповедник, это граница. 19 километров российского пляжа закрыто от людей. Там строить нужно такие гостиницы, вода теплейшая, там на 3 градуса вода теплее. А почему закрыто, чего боимся, чего мы боимся? Я такой же дурной вопрос и вам могу задать. Я не боюсь лишнего ничего. А вы объясните, почему у нас граница, от границы в несколько километров колючая проволока. Для того, чтобы у нас сопредельные государства охотились этой территорией. То есть вот у нас есть столбы стоят в границе, да, а в нескольких километрах колючая проволока. Приграничная территория, назовем это так, да? Нейтральная полоса называется. При Карацупе это мне понятно было, когда нельзя было, шпион мог только через проволоку перескочить, его догнать надо и так далее. Да сегодня, в наш 21 век, чего нам, кого ловить-то? Праконьеры только. Надо границу сделать, как забор на участке. Если у вас есть свой участок, вы же забор же не сделали, граница вашего участка там, а забор 5 метров к дому своему. Вы так не делали? Люди здравые не сделали? А государство может так позволить себе отсечь от границы для сопредельного государства огромный кусок земли, который стараешься сохранять. Я глубоко уважаю пограничникам, дружим мы все, помогаем как можем. Но это же общегосударственная политика. На мой взгляд, если устроим забор, то надо по границе его построить. А у нас не так. И до сих пор мы новые границы, сдуру, продолжаем по той старой, еще 30 какого-то года системе. И поэтому мы, песчаный пляж, имеющий, я вернусь к пляжу, в конечном итоге, 19 километров песчаного пляжа, люди не могут им пользоваться. И никому его не отдадут. У меня попытка была, но она неуспешная. Мы говорим туристический кластер? Да, да, да. Но все, кто может навредить этому направлению деятельности туризма, все вредят. Все, в первую очередь, прокуратура и другие органы, которые получили от государства, все вредят. Невозможно на Дальнем Востоке ввести и строить серьезные объекты. Я связался просто случайно по Хасанскому району, в Славянке, строят туркомплекс. Да, теплое море. Серьезно, гостиничный комплекс, теплое море. Я просто там участвую, помогаю людям. Там самый противник, это прокуратура, которая судится с администрацией Приморского края. С администрацией Приморского края за суд того, что они дали разрешение на строительство. И все пять судов, все проиграли практически. Прокуратура проиграла, все молчат. А в обеспечении они, в обеспечении, остановить стройку, то есть надо остановить строительство, выгнать 200 рабочих, прекратить финансирование и так далее. А почему? Что там было не так? Что это? Я не знаю. У меня только одна, может, догадка, которую я напрямую вам не скажу. Ну, понятно, да. Зачем пять раз судиться на одно и то же? Причем даже иногда ошибаюсь в районе, то есть не туда показывая пальцем. То есть туризму надо не просто говорить и это, а надо работать. А вот по туризму, какие по вашему направления туризма реально сделать Приморском крае прибыльными? Это море. Реально это море. Немало, но немало. Есть такой Сардиния-остров, не знаю, знаете ли? Не знаю, Средиземноморье, да, да, да. Значит, у меня друг итальянец, который ремонтировали, он морской вокзал, Тегало-Канадези, такая компания, современные технологии принесли. Он живет под Венецией, у него гектар земли, свой дом родительский, ну вот он сам родитель, миллиардер, богатый человек. У него в Альпах зимняя дача и на Сардинии летняя дача. И вот 1 сентября, я на летнюю дачу он пригласил, извините, там все отели закрываются, рестораны закрываются, потому что с 1 сентября Сардиния пустеет 100%. У них отпуск июль, август, все, два месяца. То есть на Сардинии отдыхает все два месяца. У нас что, нет два месяца в Приморском крае хорошей погоды? Ну я вам задаю вопрос. Есть, есть, безусловно. Ну это любой дурной скайфер, два там месяца есть. Но в середине июля, август, середине сентября два месяца. Шикарная погода, она за горой уже. Неделя прошла, шикарная, в ближайшие недели две, шикарная погода в Приморском крае будет. Я удивляюсь, почему гидрометцент дает там непогоду, посмотрю на три дня погоды. Это ошибка, хотя глубоко уважая Кубая, с его приходом точность стала, прогнозы шикарные. Просто молодцы. Но они же дают в Прим Погоде погоду совсем другую, которая от телевидения отличается. А люди-то телевизор смотрят. И вот задают, нет, не поедем, что дочь обещает. А и он же дает почасовой прогноз погоды, там дождя нет. Вот я только сейчас на пять дней вперед посмотрю прогноз. Потому что два месяца у нас отличной погоды. Температура воды сегодня 25-26 градусов. Почему не купаться-то? Два месяца у нас есть. Думаете, придут инвесторы строить отели, но прибыли? Они пришли уже. Они пришли, ведь гостиничный комплекс в Теплом море, это серьезно, это же не контейнер. По сути, он уникальный, сейчас в Приморском крае один такой. На Дальнем Востоке нет такого, потому что там два бассейна с проточной морской водой. Это разрешение, объект сдан уже, принятый всеми органами контролирующими, там регулярно идет проверка воды и так далее. Там нет химической очистки. Просто море поднято на 20 метров вверх, и подогревается вода до 28-29 градусов. В России такого нет, технология. На Бурном же хотели сделать подобное, не смогли сделать. В Пятизвездочном крае, хотели морскую воду, они подогревали. СПА, да? Да, 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 у них не получилось. А там Тепло море получилось. И люди сегодня благодарны, что круглый год отдыхают, купаются в бассейне морской воды. Потому что нет ничего более полезного, чем морская вода. Я могу о морской воде часами вам говорить. Поэтому, когда мы что-то освещаем, говорим, вот мы в Приморском крае должны транспорт развивать, в основном это транзит, пример, вот китайский транзит, он не связан с Транссибом. Но он же может огромные деньги стране приносить. Значит, надо эту линию развивать. Туристические кластеры. Конечно, у нас такие возможные, такие пляжи есть. Надо строить. И я сегодня вижу позывы Игоря Сергеевича Пушкарева и Владимира Владимировича Николаевича Пушкарева, что вроде надо строить. То есть, вот все, говорит, все надо. А по факту, когда откинешься, электроэнергия стоит уже более 4 с лишним рублей, половины, в гостиничном комплексе. Извините, а цену? Вот как сделать вот огромный комплекс, который с огромными, там говорят, вот полотенце, некоторые жалуются, что каждый день не менять полотенце. Если менять каждый день, надо цену поднять минимум на 40-50 рублей, а так наберите, наберите, и наберется, что 5 звезд надо делать. А люди хотят уже этого, а платить нет денег. Значит, надо что-то делать по скидке по электроэнергии. У нас с вами 12 центов электроэнергия стоит. В советское время 2 копейки стоило. И все жило, все нормально было. Уж то, что, но в советское время по электроэнергии... В промышленности больше, побольше. У всех было все больше. Сегодня 12 центов. А раньше это получалось всего 2 цента, даже рубль к рублю, копейка к центу. Это парадокс. Я думаю, что это какой-то обдираловка идет энергетиков. Ну, я догадываюсь их зарплаты там и так далее, которые исчисляются миллионами. Я думаю, что когда-нибудь кто-то должен порядок навести в энергетике, не может стоить 12 центов 1 киловатт в час. Не подтянет промышленность это. Люди не подтянут. А вот что еще касается дальше и транспорта, и туризма. Совмещение. Шикарный аэропорт сделали. Согласны? Да. Дороги шикарные к морю сделали. Правильно? Отличные до порта. Вокзал у нас приспособлен принимать круизный лайнер. Вот эти дороги. Принцессы там и так далее. Нам нужно сделать линию принцесс Владивосток-Сингапур двухнедельный. И Сингапур-Владивосток с заходами по всяким портам, по городам и так далее. Вот я работаю сейчас над этим делом, чтобы притянуть. А отсюда сразу люди поедут загружаться, 4 тысячи пассажиров, аэропорт загрузится, хаяты загрузятся, потому что не бедные люди на этих круизных сюда ходят. То есть мы получим портовый сбор. На спортовый сбор от захода такого судна 100 тысяч долларов стоит. То есть вот ничего, просто вообще ничего не делать. Судно зашло 100 тысяч долларов получать. Надо над этим работать. И я думаю, что краевая администрация и город Владивосток должны этим заняться. Потому что это даст работу. Как бы вот приехали туристы, как вы говорите, на Принцессе. Вышли в город, пошли куда-то, к памятнику какому-то, а там даже туалетов нет. Ну, на сегодняшний день ситуация явно исправляется. Я в данном случае просто молодец, Игорь Сергеевич. Вот смотрите, Муравьево-Амурского графа. Памятник есть туалет. Были закрыты 6 месяцев после открытия. То же самое и другие. Вообще мы, конечно... Почему у нас так? Мы открылись, ленточку перерезали, на лопатах... И до тех пор, пока сам не коснется. Я помню, подготовка к выборам Путина Владимира Владимировича, да, президента. Большое собрание сидит, кубку книжечного оплательщика. Я там когда-то и в организации там много участвовал. Сидят руководители книжечных предприятий. И вот начинают. Ну вот в стране вот это плохо делается, вот это плохо, вот это плохо. Я одному из руководителей, мой ближайший друг, говорю, слушай, у тебя в порядке вообще на заводе у тебя, обороны на заводе? Все ли в порядке? Есть проблемы? Да, Миша, да это все. Это было... По зову заводу. Я говорю, ты на своем заводе, где там работающих вот-вот сколько, а ты хочешь, чтобы в стране Путин один разгреб все эти ситуации? Люди у нас потеряли совесть, люди потеряли чувство Родины, но иногда на некоторых примерах я убеждаюсь, что это возвращается потихоньку. И нельзя этого просто не замечать, это глупо. В конечном итоге все это от нас зависит. Будут туалеты возле памятников, скверы, вот почетные граждане. Надпись моя, фамилия есть в этом сквере. Там тоже должен быть туалет. Он есть, я не знаю, работать нет, но я бы он работал, поэтому на набережной сейчас это тоже делается. То есть сегодня эта тема злободневная, и мы сделаем это дело, я думаю. Конечно, смешно просто, что нет этого у нас. Будет, но для этого мы должны, а не Путин, работать. Путин не должен туалеты строить, Путин стратегией должен заниматься. Поэтому это все от нас. Я призываю только к тому, что пора уже хныкать, заканчивать, что кто-то должен прийти, дядя, и что-то сделать. Брать и делать. Вот брать и делать. Я сам живу по этому принципу. И поэтому порт у нас прекрасный, чистый, красивый. И моревокзал, мне не стыдно за моревокзал. И еще что, где участвую, мне тоже не стыдно. 20 лет вы, получается, руководили портом? Больше, больше 20 лет. 21 год? Ну это чисто первым руководителем. Я был с Европаркома 2 года, 5 лет первым замом. Я делегат последнего партийного съезда. То есть я активно участвовал в активной жизни. Ну вот как получилось порт вывести, выкарабкаться? Вот 90-е и поехали. Наши люди, портовики, они даже не почувствовали этих мгновений. Мы социально ориентированное предприятие. Всегда работали в белую. Если хоть один портовик скажет, что он черную получал заработную плату, я не знаю, я не пойму этого человека. Мы строили жилье. Вот когда приватизация порта началась, и когда мы жилье городу передавали, да, ну, ведомству, не было ни одного портовика, не имеющего хотя бы комнату. Ни одного ответственно вам заявляет. То есть мы, вот девушка там Тальман, не Тальман, хоть одну комнату, но имела. Мы общежитие превращали в комнату, ну, как бы, и мы этим делом и городу передали жилье, и 100% портовиков хоть угол, но имела. Это очень важно. Сегодня есть механизм решения жилищной проблемы через ипотеку. Ну, человек живет уже нормально и выплачет эту ипотеку. Да, дорого, да, паршиво, да, обдираловка. Но этот механизм работает. Я являюсь председателем среди директора Премсоцбанка, и очень не стыжусь, что я работаю там, не имея ни акций, ничего, ни заплаты не получая. Но я вижу, как банк работает на то, чтобы поднимать ипотечную. Мы вместе с яровым, ипотека на первом месте, надо людям создать механизм, дать деньги, пусть строят, пусть покупают. И своим трудом потом стараются заработать деньги, чтобы отдать ипотеку. От этого движется народное хозяйство. Вы согласны? Конечно. Поэтому в заключение этого блока вопросов я хочу сказать, что наша жизнь в наших руках, наше счастье в наших руках. И надо меньше уже, знаете, валить на дядю, кто-то придет к нас. Это ежедневенчество. Это нахлебники. Вы сделайте, постройте лучше. А потом поменяйте полотенце, а потом жить будете хорошо. Заплатите деньги. Ну а как удавалось? Потому что многие же предприятия, и те же порты, да? Не могут похвастаться за тем, что у них там каждый портовик имеет свое жилье? У вас-то почему получилось? Потому что у нас очень сильная команда. Нам удалось создать очень сильную команду. У меня заместители, я помню всем заместителям, как построиться. Я так и думаю, был бы я женщина, я всех сразу полюбил. Вот красавцы все, понимаете? И все молодые. Ну что, я 35 лет стал начальником порта. Но перед этим 2 года в своем парком, 5 лет первым замом. Представляете, с молодостью. Начальник причала. Я и плавал, я штормал по образованию. Поэтому, то есть, все успел пройти, все-все ступени. А сегодня это уже нету. Люди сегодня назначаются с улицы, сразу неизвестно кем. Все равно преемственность должностей, она должна быть тогда. Человек плодотворно работает, со знанием дела. Я не поддерживаю позицию, когда мэра со стороны там или губернатор со стороны. По-хорошему, в хорошей системе губернатора надо избирать из вице-губернатора. Из первых. Но мы не ростим первым вице, которым можно избрать губернатора. Нам или не выгодно, или мы не занимаемся этой категорией людей. Я, например, в пяти поколениях готовил генеральный директор порта на свое место. И я ушел, за меня стал первый заместитель мой по финансам. И у нас готовилось еще в третьем поколении руководитель вместо перцев и так далее. То есть, этим надо заниматься в системе. А школу подшефную, в шестую, как мы сделали. Это же была беднейшая школа. Сколько там денег? Это какие-то безумные суммы. Восемь миллионов долларов мы вложили туда. Но это единственная школа, где даже есть планетарий. От Свердловска до Екатеринбурга, Владивостока нет ни одного планетария. А в шестой школе есть. Я этим горжусь. Мы купили, на свои деньги купили, поставили планетарий. Он работает. И смотрят дети Приморского края, ходят в этот планетарий. Да, немножко денег. Вам это зачем нужно было? Потешить свое самолюбие, что планетарий один-единственный такой? Или вы что? А я не самолюдие. Когда я узнал, что Ельцина внук учится в Англии, он сегодня там и живет. Он англичанин. Вот я не понимаю руководителей, которые обучают. Обучай в России, привези англичанина в России. На стажировку там на месяц отправь, да? Но не обучать там. В Оксфорде и так далее. Мы уже, мы не для себя их готовим. Мы готовим для той страны, что мало у нас в Америке. У меня знакомый, понимаешь, съездил три раза туда и замуж вышел за американца. На отличница. Мы вырастили, закончил ДВГУ бесплатно. Мы вырастили американку, а на налоги сегодня платят в американских бюджетах и в роте в нашей армии. Что мы должны делать, чтобы такого не было? Надо любить Родину прежде всего. А как это привить? Молча. Каждый человек должен гордиться своей Родиной. Все хорошо, но начинать с себя. А пример должна голова давать. Владимир Владимирович Путин. И пошел, пошел, пошел. Надо разобраться. Где у них дети учатся? Должен дочери. Владимир Владимирович сказал, что у меня у нас в России все дети. Я этим горжусь. У меня четыре внука, они вот все в шестой школе. Но это лучшая школа сегодня. Они сдали ЕГЭ, одни из лучших. Было когда-то 70-е место по ЕГЭ. Сегодня они 12-е по городу Владивостоку. Шестая школа, докерская школа, где бесплатно обучают. Там конференц-зал, все компьютеризировано. Все электронная библиотека. Но это лучшая школа сегодня в России, одна из лучших. И мы знаем, что там делать. Там молодые кадры подтянулись. То есть нужно у себя создавать. Если я могу, значит я сделаю. Не мог бы храм. Мы сделали Казанская икона Божьей Матери на место кинотеатра. Но почему? Да хоронили из детского клуба Крыгина людей. Зеркала там танцем обучали. Зеркала закрывали тряпками. И портовиков хоронили оттуда. Это что, нормальное явление? Не при первой возможности мы вложили более 2 миллионов долларов в храм Казанской иконы Божьей Матери. Он же храм сегодня. В нем роспись. Единственное на Дальнем Востоке настоящая роспись. Нету больше храма такого с росписью, как в храме Казанский иконы Божьей Матери. Она настоящая. Он домашний такой. Очень хороший. Портовый и флотоводский храм. Защитники там находятся. И оттуда мы хороним людей. Это правильно. Надо любить людей. Надо любить Родину. Надо любить людей. Надо родителей любить. А патриот, по-вашему, кто это? Только ли тот человек, который любит Родину? Но любить Родину можно и живя, знаете, в Англии. И вспоминать про Владивосток и про пляжи наши. Значит, я считаю, что любить, прежде всего, себя надо. Иметь определенный стержень и смысл жизни для себя. И тогда там все появится. И любовь к Родине, и любовь к детям, и любовь к очагам, к своим. Мы будем строить родительские дома. У меня есть, допустим, родительский дом, где я старший. Все внуки, все дети, все рядом. И везде, где бы я ни был, я стараюсь всю эту семью отчаг сохранять, как могу. И пока я жив, я это сохраню, безусловно. Надо знать, что у нас есть родительский дом. Он на земле должен быть. Это не как в многоэтажных домах. Он, по сути, там не может быть. Надо отдавать людям землю. Правильная позиция Владимира Владимировича нашего. Он не хочет, что землю бесплатно надо отдавать. Но что, земли в России мало. Мне стыдно иногда смотреть. Земля пустует, пропадает. Но мы как вот схватились за нее и не можем отдать людям. Давать людям надо жилье. Никогда не дом построят. Вот он будет и патриотизм, и любовь к Родине. Чего бы он поехал в Америку, где живут, там же вы знаете, Манхэттен, Сити и вокруг Таун. Ну, Даунтаун. Центр, где деловой центр, вокруг-то коттеджи. Они прошли это уже. Поэтому они любят Америку. Я их уважаю, но не более того. Какой-то опыт, когда вы работали директором, брали зарубежные? Или все было по наитию здесь? Да, ну, бросьте. Конечно, брал. Я везде, где мог, там и хватал этот опыт. Ну, в частности, я прекрасно, иногда удивляюсь предпринимателей тех же американцев. У нас порты побратимы. Такома, Нигата, Таяма, Далянь китайский. То есть у нас много портов побратимы. Конечно, мы проехали со своими замами все порты. Ну, пяти в Америке, в Азии, в Японии, в Вьетнаме. Везде мы бывали, и даже в Австралии портовом хозяйстве. То есть изучаем портовое хозяйство. И мы пришли к выводу, что, в принципе, в мире есть всякие системы управления портовым хозяйством. Но что бы это ни было, речь идет о горизонтальной системе управления и о вертикальной системе управления. То есть есть кто-то, большой стратег, и есть много-много-много-много маленьких стратегов, которые управляют направлениями каким-то деятельностью. Это горизонтально. А можно вертикально. Вот с нами система раньше обучения была вертикальная. То есть мы шли с вами, и от верха до низа мы готовили инженера какого-то, конструктора, к примеру. А сейчас переходят на горизонтальную систему, как в каких-то странах она себя показала. То есть мы бакалавра учим, это вот вертикаль. А по краям потом мы идем эти, как они называются, после бакалавра. Доктор там, аспирантура, магистратура, да? Магистратура. Она уже по горизонтально идет. То есть выбираем специальности. То есть идет вертикальный бакалавр, а это уже идет вот так. А раньше мы готовили сверху до низу этого специалиста. И неизвестно, как лучше, так или так. Это спор вот все время идет и в системе управления, допустим, портовым хозяйством. Находки, начальник портов, он управлял все, вот все, что есть, там управлял. Я пошел по другому пути. Мы создали стивидорные компании, 53 компании. Создали ассоциацию для решения социальных проблем, единой технической политики, единой социальной политики и так далее. То есть мы вроде на базе ассоциации, мы как бы тоже хозяйство держали в одних руках, как кластер, это новое слово английское, но оно очень точно подметает, что кластер по управлению портовым хозяйством. То есть вот находка рядом и мы, но начальник порта за все отвечал. За заработную плату, докера там, за все, за все. А вот в Владивостоке я с этого начинал, более 6 тысяч работающих было. И каждый мне, Михаил Федорович, мне недоплатили там что-то, я вынужден с ним, кидаясь проверить, доплатили ему, доплатили, недоплатили. То есть я терял свое драгоценное время, вместо того, чтобы стратегией заниматься, развитие, улучшением производства, продвижением на рынке транспортных услуг, я занимался вот этим всем. Пришлось изменить структуру. Вот убыточные предприятия, морской вокзал был убыточным. Мы создали кооператив. Когда кооперативное движение начало, оно буквально через 2 месяца прибыльное стало. Через 2 месяца. Но я не лез уже туда. Кооператив сами управляли и все. Но они еще больше того, они за аренду платили имущество. То есть имущественный комплекс единый, охрана единая, вода единая, электроэнергия единая, тепло единое. То есть это все на мне было. А управление процессами внутри отдали компаниям. Оправдала себя полностью эта система. Но я ее в мире подглядел, ничего там нового нет. Такая система в Америке, такая система в Европе, портовостроительство. Но почему-то в России она сильно не пошла. Я даже и пример-то подобного не могу привести. Просто сегодня искусственно порты стали разделяться. Допустим, восточные. Одна собственник, там, Н-Транс, к примеру, контейнерным терминалом обладает, угольным. Другой, там, этим, третий. То есть они как бы искусственно уже разбились. Но раньше это единый был порт. И Владивосток, кстати, он тоже сегодня разбивается уже с моим уходом. Как бы тоже на многие такие, на собственников других. Но это страху я в этом не вижу. В конечном итоге любой собственник заинтересован, чтобы получать прибыль. Правильно? А раз прибыль, то есть работать надо. То есть на самом деле идет борьба вот этой вертикальной системы управления и горизонтальной. Какая лучше? На мой взгляд, надо и ту, и другую где-то пробовать. Находить оптимальное решение. Допустим, порты в Америке. Я с этого начал, что удивляюсь иногда им, да, вот их предприимчивости. Порты не платят налоги вообще в Америке. Они замыкаются, округ такой, вокруг портового хозяйства, не Приморский край, к примеру. Он просто, и даже не Владивосток. Вот, к примеру, по нашему опыту Артем Владивосток. Вот это называется округ. Они избирают комиссионеров порта. Семь человек. И президента. Их задача, порта задача, создать вот в этом округе рабочие места. Создать промышленность. То есть создать вот эти инвестиции. Да, инвестиции туда пришли. И тогда порт налоги не платит, но за счет того, что там начинает работать, идет налоговая база очень большая. А порта государственная, в Америке частных портов очень мало. Это государственные порты. Они замыкают или на округ, или часть акций федералы, или местные тоже. То есть там вот такая. Но все равно это не частники. Но управляет округ вот этот, понимаете? Вот интересная система. И задача другая. Но они не платят налоги. Вообще освобождены порты Америки от налогов. Значит, что они делают? Они развивают порт. На эти деньги, что мы отдаем налоги государству, они развивают портовое хозяйство. Но очень дорогое. Один кран там ценой всегда 8-10 миллионов долларов. Их заработать надо. А порту Владислава, сколько их, 61 кран. То есть какие деньги нужны для того, чтобы развивать портовое хозяйство? А вы бы так смогли в такой системе работать? Безусловно, почему нет? А я похожую систему и создал в Владивостоке. Только уменьши. Очень похожи, очень похожи. Потому что я не облагал налогами эти стивидорные компании. Я же мог с них откаты брать, чтобы обогатиться. Я же не брал. У нас вообще слово «откат», слово «взятка» – это исключенные слова даже были. Никто в Владивостокском порту от слова «откат», но я, например, не слышал. Я лично не брал точно и гарантирую за моих занов. То есть нет такого. Хотя мы сдавали имущество в аренду, можно было откаты получить. А в стройке это у нас запросто. А кому даем откаты? Госусъездениям, государственным служащим, которые держать должны в руках. Заворовались в стране. Коррупция задавит, если сейчас не начнется активной борьбы с коррупцией, на мой взгляд. Но если у нас в какой-то области за взятку 500 тысяч рублей взяли руководителя антикоррупционного дела МВД, это вообще все, это уже высшее. То есть над ним еще нужно одно антикоррупционное. И так все. А что нужно делать с коррупцией, по-вашему? С коррупционерами? Что я сделал в порту Владивостока? Я создал компании, которым невыгодно воровать самим у себя. То есть нужна такая система, чтобы было невыгодно воровать. Ну вот смысл. Мы сдали имущество, к примеру, 10-го комплекса, середурной компании ТЭД. Когда они были в моем составе, я управлял, да, можно было ящик разбить и груз своровать, да. И потом хозяин этого груза нам претензию, мы портом заплатили, там ищем его нового виновного, да. Это так было раньше, в советское время, потом я это все сломал. А когда мы имущество этого ТЭДу отдали в склады, там причалы, отдали в аренду и краны, ящик у него разбили, украли, да. Кто платит за этот ящик? Я как порт не плачу. Он не арендную плату за имущество платит, обязательно. За ящик платят они, компания. Но это же заработная плата ей, понимаете? То есть фактически они расплачивают собственные заработные платы. Скажите мне, какой интерес воровать у самих себя? У меня ноль стало коммерческих браков. А я за коммерческие браки в советское время каждый год получал по выговору. Я тут говорил, что у меня в личном деле 72 выговора. Вот за эти браки? Браки, охрана труда, несовременная выгрузка вагонов. Это обязательно раз в год я имел по выговору. Но это когда было? Это в начале, потом удалось сломать эту всю систему. Но 72 я успел выговору получить. Они у меня в личном деле. Но наград больше. В том числе орденов, комедарий. Так что работать надо, не стесняться. Что они успели вот за время своего? Вот так и в стране, по коррупции. То есть нужно, госслужащим надо сделать так, чтобы им невыгодно было тянуть. А вот смотрите, простейший вопрос. Решение на строительство, к примеру. Или документы какие-нибудь разрешающие. У нас написано, рассмотрение документов до трех месяцев. Вы хоть один случай скажите, когда они досрочно сделали. Досрочно сделают только тогда, когда чем-то их посвишь. А так будут все три месяца. Но если президент страны прекратит коррупцию в центральных органах, у себя там наверху, начиная с замок и так далее, это очень быстро все стихнет. Совсем, наверное, не исчезнет. Это вечная тема, как проституция. Поэтому, ну, начинать чего-то надо, конечно. Ну, где оборонсервис? Ну, сколько еще можно слушать про эту девушку? Васильеву. Васильеву, да? Да, ну, это же народ тоже улыбается. Просто горькая улыбка-то. Мы что творим-то? Это же кому-то выгодно. Нам пытаются объяснить, что за Васильевой очень много стоит, и не надо ее сейчас трогать, чтобы всех поднять. Да не подними всех, всю страну надо посадить. Очень много воруют. Нельзя так. А иначе это док воруют и сразу деньги вводят за границу. Офшоры. Нет в порту Владивосток офшоров. И не было, и не будет. Сейчас не знаю нового руководства. Но там, где я, нет офшоров. Сейчас руководство кто? Москвичи? Москвы? Дагестанцы. Да? Как вам по Вас получилось держаться? Ну, выкупил сначала генералов, некто ФСК, Сергей Владимирович. А потом у него перекупили дагестанские коллеги. И они Новороссийский порт купили, Владивостокский. Такие государственные порты, будем так говорить, стратегические, мы отдали в частные руки. На мой взгляд, я не знаю, кому-то это выгодно. Как так можно отдать офшорным компаниям частные руки порты? А как же боеготовность? А как же переброска оружия, которое делалось все из порта? Мобилизационные все планы. В общем, еще тут непаханное поле, хотя бы вернуть то, к чему раньше это было. То есть никто пока не задумался на этот счет. Это серьезная тема. Вот некоторые вещи, которые я никогда не пойму. Вот я был начальник порта, да? У меня было 7 заместителей, один из них капитан порта, к примеру, и так далее. Вот функциями, которые сегодня занимается 800 человек, 800, занималось всего 40 человек портов. 40. Есть разница? Так это первый руководитель, широкими ошибками сейчас стали. Росмавпорт, такая организация, которая якобы управляет портом, причалами. Администрация портов, там такие, по-моему, все. А это был начальник порта один, у него это замок были. То есть порты работали, хорошо работали. То есть на самом деле мы плодим государственным органам управления. Я удивляюсь, как государство все выдерживает. Ну нефть это понятно, что держит. И возьмите охранников. Вы никогда не задумывались, что у нас сторона охранников. Киоск любой, пришивый на улице, подойдите, охранник стоит. Да? Да хоть куда. Чтобы вы не создали, вы начинаете с охраны службы безопасности. Это что, страна что ли? Что мы все друг у друга воруем? Я против. Я за то, чтобы ни одного охранника. Есть МВД, пусть охраняет. Есть КГБ или ФСБ, пусть следят. И выявляет случай скрытый нарушение государственных норм. Есть все. Но если мы еще и частных создаем, охранные компании, значит, эти все, что делают, не работают. Спасибо. 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 Спасибо.